Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ЛАТО 24, программа «Еще не вечер», в студии работаю я, Вера Черникова. Осенью этого года в Бишкеке состоится торжественное закрытие Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане с участием руководства двух стран, ведущих творческих коллективов и видных деятелей искусства. Эти договоренности были достигнуты в ходе визита президента Садыра Джапарова в Россию. И более детальное обсуждение намеченных мероприятий состоялось во время встречи министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрата Иманалиева со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швытким. Более подробно об этом мы поговорим с ведущим специалистом отдела международных связей и привлечения инвестиций Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Марленом Соляным. Сегодня он гость в нашей студии. Здравствуйте, Марлен. Приветствую вас в студии АЛАТО-24. В программе еще не вечер. Итак, вы были членом делегации Министерства культуры, которая буквально до прошлой недели побывала в Москве, в Российской Федерации, где обсуждалось дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей. Расскажите, пожалуйста, каковы были основные цели вашего визита в Россию? Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Значит, визит в Москву состоялся у нас 30 июня. И основной целью визита было участие в торжественном мероприятии, посвященном 120-летию со дня рождения нашего видного государственного деятеля Джусупа Абдрахманова. Учитывая то, что указом президента Кыргызской республики Садыром Джапаровым Ругажовичем был принят, дано распоряжение о его праздновании 120-летия Джусупа Абдрахманова, значит, наши соотечественники совместно с Московским Домом национальностей подготовили научно-практическую конференцию, где непосредственно принимал участие от имени государства, от имени государственных органов выступал наш министр культуры Кайрат Имманалиев. И второстепенными, не менее важными, конечно, задачами визита стали рабочие встречи непосредственно министра культуры Кайрата Олджибаевича с руководителями различных учреждений, ведомств. Ну и основной встречей, конечно, была встреча с представителем президента Российской Федерации Михаилом Ефимовичем Шутким по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. В память еще торжественное открытие Перекрестного года Российской Республики в России и Российской Федерации в Кыргызстане, которое состоялось в Москве, однако пандемия мешала провести все намеченные мероприятия. И вот буквально год спустя руководители двух стран вновь вернулись к этому вопросу и говорят о том, что необходимо все-таки провести торжественное мероприятие, посвященное закрытию Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось в программе и что-то изменилось в договоренностях между двумя странами именно по этому большому, такому крупному мероприятию? Как вы верно отметили, у нас большинство мероприятий, они, к сожалению, не были проведены ввиду пандемии и ограничений, связанных с проведением культурных мероприятий на тот момент. И, значит, по текущей программе запланированы и прорабатываются в настоящее время проведения из числа тех мероприятий, которые не состоялись, самые основные. Учитывая то, что пандемия продолжается, то, что периодически возникают определенные осложнения, связанные с данным явлением, возникла необходимость определить самые основные мероприятия, которые, конечно же, будут проведены в первую очередь. И в целом в программу никаких дополнений или изменений не вносилось. Было просто решено провести на сегодняшний день основные мероприятия до конца текущего года, а в последующем уже по мере возможности и времени уделить, возможно, следующий год оставшимся каким-то тоже не менее важным каким-то крупноформатным мероприятиям. И таким образом на сегодняшний день вопрос стоит проведения церемонии закрытия Перекрестного года Кыргызстана и России, Дней культуры России в Кыргызстане и также Дни кино Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Дни культуры России в Кыргызстане планируется провести уже буквально в августе. Торжественное закрытие Перекрестного года Кыргызстана в России, России в Кыргызстане планируется на осень. Скажите, пожалуйста, два больших культурных мероприятия. Они будут схожи, потому что представят нашим бешкекским зрителям? Или все-таки у этих мероприятий есть определенные отличия, хотя все они проходят в рамках развития сферы культуры между Кыргызстаном и Россией? Здесь, конечно, различия будут. Если мы говорим о Днях культуры России в Кыргызстане, то, в частности, там программа, согласно тем договоренностям и детальному обсуждению в ходе встречи министра культуры Карата Иммана Лиева с Михаилом Свудкин, были озвучены предложения о том, чтобы расширить географию проведения Дней культуры России в Кыргызстане, в частности, затронув не только столицу и, допустим, не какие-либо крупные города, но и другие части страны, охватив. Поэтому, значит, учитывая пожелания сторон, было выдвинуто предложение о том, чтобы провести ряд мероприятий не только, допустим, в Бешкеке и в Аше, как это планируется, но и также некоторые мероприятия пройдут в Искульской области. Ну, каждая страна, конечно, будет стараться, чтобы, например, вот на торжественном закрытии, да, перекрестного года выступали самые яркие коллективы, самые яркие деятели искусства, но он носит название «Перекрестный год». Как ранее сообщалось, планировались и совместные номера, когда, например, артисты двух стран участвуют в одном номере. И, например, наш артист играет на балалайке, российский артист поёт или что. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то такие изюминки или это остаётся в секрете? Конечно, то есть такие мероприятия, они будут. Если мы, допустим, будем сравнивать с Днями культуры, то в рамках Дней культуры, допустим, будут мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и различные выставки художественные, то, допустим, на церемонии закрытия это будет галоконцерт, то есть мероприятия, на котором будут выступать совместно, как вы отметили, деятели культуры и России, и Кыргызстана. И, конечно же, среди них будет ряд номеров, которые будут, скажем, такими особенными номерами в рамках программы. Но в целом изначально планировалось и, в принципе, также остаётся вопрос неизменным о том, что это будут солисты ведущих театральных и других учреждений культуры России. Совместно они будут исполнять с нашим оркестром симфоническим какие-либо произведения и из классики и народного творчества двух стран. Ну и, естественно, ожидается также участие ещё нескольких коллективов, о которых мы уже будем более позднее сообщать. Были озвучены ряд наименований. Это очень известные коллективы, очень популярные коллективы, которые представляют Российскую Федерацию на буквально всех международных мероприятиях или уровнях. Но сейчас информационные технологии позволяют артистам познакомиться заранее, до того, как они встретятся, например, на сцене, на закрытии перекрёстного года Кыргызстана в России. И они уже сейчас обмениваются партитурой, наверное, и репетируют. Так ли это? Ну, что касается репетиций, то репетиции, они планировались ранее, когда церемония закрытия изначально готовилась на более ранние сроки, на весну. С учётом того, что сроки были отодвинуты на ноябрь текущего года, и церемония закрытия непосредственно её проведения запланирована в ноябре текущего года, то, соответственно, репетиции, конечно, были отодвинуты. Но что касается обмена материалами, как вы говорите, партитурами и так далее, то, естественно, здесь, в принципе, эти все вопросы уже были проработаны. То есть предварительный проект программы был намечен уже изначально. Сейчас в ходе визита министра, значит, были дополнительно обсуждены детали номеров, которые планируется поставить. Было обсуждено вопрос площадки. Намечено, значит, Кыргызский национальный театр оперы и балета. Ожидается, что будет проходить церемония закрытия именно в этом учреждении. И, в частности, учитывая акустику, учитывая технические возможности площадки, будут, как я уже ранее сказал, задействованы симфонический оркестр и ряд других коллективов с яркими солистами, у которых очень замечательные данные в плане выступления, в плане голоса. Поэтому мероприятие ожидает быть очень ярким и грандиозным. Ну что ж, такое яркое мероприятие. Я думаю, что оно пройдет успешно. Тем более, что и артисты, и зрители, они соскучились друг за другом. И давно, да, мы не ходим там в театр, на концерты, и артисты в то же время давно не выступают перед своими любимыми зрителями, так сказать, воочию, вживую. Но онлайн выступления, конечно, есть. На встрече Кайрата Иманалиева и Михаила Швадкова было обсуждено именно расширение культурного сотрудничества между странами. И вот интересное мероприятие намечено. Это дни кино Кыргызстана в России. Когда мы говорим о днях кино Кыргызстана и именно в России, что мы повезем? Это фильмы, когда говорили о кыргызском чуде, или у нас уже очень много современных, интересных фильмов и прочтений различных великих авторов наших. Что касается данного мероприятия, то вообще в практике сложилась такая работа, что программа показов, она формируется за счет как кинофильмов, которые в свое время были яркими картинами так называемого «Кыргызского чуда», так и современные кинокартины, в которых поднимаются различные актуальные социальные вопросы, повседневность жизни. И в целом из этих двух частей формируется обычная кинопрограмма. В данном случае ожидается тот же самый подход и примерно планируется осенью в сентябре проводить уже кинопоказы в Российской Федерации. В целом обычно везутся как старые фильмы, которые по сути являются шедеврами, так и, конечно же, какие-либо последние премьеры, которые также являются лауреатами различных международных кинофестивалей или очень высоко были оценены зрителями. Скажите, пожалуйста, а вот кому принадлежит инициатива проведения мероприятий, посвященных 80-летию Булата Минджилкиева? Данное мероприятие изначально заложено в сводной программе перекрестного года Кыргызстана и России. И учитывая то, что 80-летие народного артиста СССР Булата Минджилкиева оно проводилось уже, начало проводиться в этом году, учитывая то, что в апреле текущего года в Театре Опере и Балета состоялся международный фестиваль, посвященный юбилею Булата Минджилкиева, с участием как российских звезд оперы, так и ряда других стран Содружества независимых государств, было предложено министром культуры Каратом Олджибаевичем продолжить данную юбилейную. И в частности, учитывая то, что Булат Минджилкиев в свое время работал в Мариинском театре, на встрече с Михаилом Ефимовичем наш министр предложил провести такое юбилейное мероприятие именно в Мариинском театре, ну и в частности, в дальнейшем этот вопрос сейчас будет, конечно, прорабатываться уже. Скажите, пожалуйста, вот когда было заложено сотрудничество с Щепкинским высшим театральным училищем имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России? Что касается сотрудничества именно в сфере образования, по направлению культуры и искусства, то, конечно же, данное сотрудничество, оно в рамках действующего соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией еще было заложено в 90-х годах. Основным соглашением, значит, предусматривалось, что российские вузы на ежегодной основе предоставляют определенные квоты для обучения наших студентов. То есть это бесплатное обучение? Да, это обучение на бюджетной основе, в определенных случаях с определенными обязанностями по отработке студентов в дальнейшем на базе тех учреждений, с которыми, допустим, заключаются договора. И в частности, с высшим театральным училищем имени Щепкина была также предложена данная практика. Учитывая то, что в текущем году было выделено 25 мест для обучения наших студентов по линии Россотрудничества, которое непосредственно является основным институтом в Бишкеке по отбору наших абитуриентов в российские вузы. В данном случае было предложено по итогам набора 25 студентов заключить договора с театральными студиями, училищами или театрами нашими, на базе которых будут в дальнейшем уже работать наши выпускники в случае успешного завершения. Ну вот мы сегодня во время нашего эфира на нашей плазме на заднем плане показываем фотографии. Это встреча вашей делегации с Михаилом Швыдким и в то же время концерт кыргызских артистов, который также состоялся в Москве. Скажите, пожалуйста, что это за мероприятие и кто инициатор именно встречи с соотечественниками? Ну, на самом деле программа была визита очень насыщенная у министра культуры и, конечно же, она не могла обойтись без встречи с соотечественниками. Учитывая тот большой вклад и те заслуги, которые наши соотечественники регулярно вносят в укрепление и дальнейшее развитие двусторонних связей между нашими странами, то, естественно, конечно же, здесь вопрос проведения встреч, он был инициирован как с нашей стороны, так и был, естественно, подхвачен нашими соотечественниками. Я вот хочу сейчас попросить наших режиссеров, чтобы они вновь запустили эти фотографии, чтобы во время вашего рассказа наши зрители увидели, какой был концерт. Значит, если говорить конкретно о прошедших встречах, то помимо каких-либо официальных встреч, где говорили и обсуждали соотечественники, представители такие ярких, ну, яркие представители соотечественников, которые непосредственно занимаются деятельностью общественной, они также представили культурную программу, в частности, был подготовлен концерт к 30-летию независимости Кыргызской республики, на который был любезно приглашен наш министр. Он, естественно, выступил и, конечно же, был очень рад такому мероприятию. По итогам данного мероприятия он отметил наиболее активных участников среди наших общественных организаций кыргызских в Москве и в России ведомственной наградой почетной грамотой Министерства культуры и остальных участников отметил благодарственными письмами. Кроме того, были встречи, посвященные вопросам взаимодействия в рамках всего масштаба Российской Федерации. В частности, была встреча с общественным объединением «Кыргызский конгресс», которые на сегодняшний день имеют более чем в 80 городах России своих представителей, что открывает огромные возможности по наращиванию и продвижению кыргызской культуры, взаимодействия с местными представителями органов власти Российской Федерации и общественными организациями уже на местах. Большое вам спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. С нетерпением будем ждать Дни культуры России в Кыргызстане и потом торжественное закрытие Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Уважаемые те зрители, я напоминаю, что мы беседовали с ведущим специалистом отдела международных связей, привлечения инвестиций, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Марленом Соленым. Оставайтесь на ЛТУ-24. Всего доброго.